чтобы Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Когда Потеряевка стала восстанавливаться в 1991 году, то по воскресеньям я вел занятия тематические. Вот у кого-то возникло подозрение, так называется тема, подозрение. На улице там собирались, и места никаких не было. В лагере я даже не знаю, там это было или нет, где столовые собирались. Почему-то все на улице было так интересно. Ну и дальше мы считаем. Слышим о терактах в Судане и в Афганистане, о газовой атаке в Токийском метро. Дальше. Ложные учителя Гуру провозгласили о конце мира, назначили точные сроки, а конца нет. Значит, нужно помочь и сотворить хотя бы маленький, а реальный конец света. Американцы мгновенно отреагировали. Запустили из кораблей, находящихся в море, ракеты по этим странам в те места, где, как им известно, находятся штаб-квартиры этих террористических организаций. В Америке же обратились к гражданам с просьбой сообщать о всех подозрительных предметах метро. Это у нас еще не было здесь в России, а это будет. Сегодняшнее занятие хочу посвятить определению, что такое подозрение. Если хорошее это слово подозрение, то нужно его культивировать. Если же плохое, то нужно подозрению истреблять. И вдруг открылось, что в Библии это слово встречается только шесть раз. Рассмотрим все их. В каком смысле они встречались? Что происходило с теми, кто был подозрителен и с теми, кто не имел подозрения, не доверялся? И что потерпел от этой доверчивости? Кто обладает властью, они особенно подозрительны к тем, кто, по их мнению, может претендовать на их престол. Как бы этот человек не покусился захватить их царство или место правления. Давно ли Сол был таким скромным молодым человеком, что даже прятался от желавших его избрать царя над Израилем? И так скрывался от возвышения себя, что даже не могли его найти. 1 Царств 10.22 И спросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. Ну вот уже обжился, привык почестям, славят людей, и вдруг везде ему стали мерещаться заговоры. Если человек читает историю и знает, какими путями совершает покушение, то он, желая себя обезопасить, должен изучить все возможные, бывшие и предполагаемые виды покушения на его жизнь. И все это предусмотрев, вовремя, в самом зародыше, предполагаемом уничтожить, вырвать с корнем. Так поступали и Нерон, и Иван Грозный, и Петр Первый, и Сталин. Саулу почтало мерещаться, что Давид – пастушок, вполне может быть ему конкурентом на царское достоинство. Первое царство, 18-9. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Сарахов 4, 3-4. «Не будь, как лев, в доме твоем, и подозрителен к домочадцам твоим». Вторая Маковейская, 4-21. Когда затем Аполлоний, сын Минесфея, послан был в Египет, то по случаю восшествия на престол царя Птолемея Филометора, Антиох заподозрил его враждебным себе и начал стараться обезопасить себя против него. Посему, отправившись в Иопию, он пришел в Иерусалим. И нередко, действительно, правителям есть чего бояться. У Ельцина Бориса была охрана 650 человек, а у американского президента – 1500. Когда читаешь про царя Николая I, который ездил по России с одним кучером, а латвийский президент Ульманис шел с котомкой со своим слугой по стране, и везде его принимали как правителя, и до следующей деревни сопровождали с радостью, то сравниваешь с тем, как сейчас, когда свои автоматчики расстреливают Индиру Ганди. Садата убивают прямо на трибуне во время военного парада. Подозрение не помешало бы ни одному правителю избежать покушения на свою жизнь, если бы прислушались к сведениям о ком-то. Но пойди разберись, а может это соперники по ложному следу ведут, чтобы руками царя расправиться со своими конкурентами. 2 Макавейская 4.34 Посему Минилай, улучив наедине антиандроника, просил его убить Онию, и он придя к Онию. Коварно, уверив его, дав руку склятву, хотя и был подозрений, убедил его выйти из убежища, и тотчас убил, не устудившись правды. 2 Макавейская 12.4 Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир и не имели никакого подозрения, тогда по общему приговору города иопийцы, отплыв, потопили их не менее двухсот человек. Апостол Павел знал причины возникновения подозрений и старался предупредить своих прихожан от этих напастей. 1 Тимофея 6.1.4 1 Тимофея 6.4 Речь шла о тех, кто был против рабовладельческого строя. Это же относится и к крепостническому строю, и к царскому. Вот на этом дьявол и поймал Ульянова Володю. Он учил всю жизнь иному. И Господь Христос через Павла дает определение. Его характеристику не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. Не следует. Если не следует здравым словам, значит следует другим. И другие все нездравые, но гнилые, больные. И указывается причина. Он горд, то есть подобен сатанеру, решившему переустройством неба заняться. Ну, примите. Я спрашивал, кричал, там совсем-то не выключено. Почему никто не отвечал, кто нас слушает или не слушает? Никто не ответил. Ну, поэтому слушайте. Дальше. Это тема подозрительность называется. Так он ничего не знает. А как же его 55 томов? У Ленина. А кому они нужны? Кто их читал, как говорит Салаухин? Я лично ни одного человека за всю жизнь не встретил. Кто читал эту муру сам, добровольно. Как читают верующие по утрам Библию. Как читают Библию в пути и вечером. Он вообще ни в чем не разбирался. Ни в жизни, ни в искусстве, ни в людях. Не говоря уже о вечности, о душе, о спасении. Он вообще ничего не знает, потому что учит иному. Он был заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Как описывает Крупская Надежда Константиновна, его жена, что когда он возвращался с диспута с каким-то Васильевым, его язык был почерневшим. Страсть его была демоническая. Все считал деньги в чужом кармане. У кого какие дома, фабрики. Он сделал смуту непрерывно, что нужны забастовки, стачки, что все господа злодеи. И что не должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие учения. И везде, где он учил этому людоедству, там была хула на учение Господнее, на имя Божие. Он полностью был поражен. Заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, сларещи, лукавые подозрения. Я говорю о Бульяновом, Владимире. Лукавые подозрения. Что? Лукавые подозрения, что что-то тебе не додали. Что что-то тебе не додали, что тебя обманули, что у того какая-то там выгода. Сколько бы не читал свой адрес хулы от безбожников, от коммунистов, мракобесов, везде в них мозгах только одно, что ты обманываешь, сжируешь за счет чужих трудов. Это они на меня так говорили. И впервые наткнулись на меня. И когда исследовали, исследовали, я еще сижу в тюрьме, и вдруг они исключили это все из обвинения. Следователь говорит, первый раз встречаю такое. Так у вас же такие средства в руках были. Я говорю, в чем? В пленках. Я бесплатно трудился-то. Он мне говорит, я вам выщипаю бороду по волосинке, но все равно найду, в каком банке ваши деньги хранятся. Я говорю, так ты умрешь и не найдешь. Ну и умер следователь, а я остался. И прокурор умер. А я еще из тюрьмы не вернулся. Дальше. Когда мы начали строиться по Теряевке, то чего только не запускали про нас. И при том неграмотные люди. Не неграмотные. А, не неграмотные люди. Я уже тебя выбросил. Но с высшим образованием. У нас Игорь Третьяков принял крещение. И он так и не смог переубедить папу своего, Владимира Васильевича, что здесь все работают. У папы сложилось мнение, что по Теряевке братья Лапкины людей держат на нарах, на соломе, а сами жрут кринками сметану. Смотрят телевизор целыми сутками. Такое же мнение и в окрестных коммунистических башках. Как это, башка, в башке какая дрянь, говорит, как Некрасов писал, писал Маяковский об этом. Лукавое подозрение. И, главное, его отец шел нетрезвый. И его дорогой побили. Он говорит, это Игнатий на меня наслал людей. Ну, до того интересно. И пришел ко мне тут. Ну, начал тут буянить прямо. И лезет, а у нас запор такая, ну, закладывается, брусок такой большой. Через калитку. А я через забор перелезу. Я говорю, у меня еще в руках-то, видишь, какой брусок-то. Ты знаешь, по закону, я тяпну так, что ты упал внутри двора, а я не буду отвечать за тебя. И он тогда, о, и больше не стал этого делать-то. Я припугнул его. А, главное, сотрудник КГБ. Дальше. Лукавое подозрение. То есть хитрое, под эгидой несправедливости. Большевики захватили все и стали хуже самых страшных рабовладельцев. Прочитай один раз, ахипела ГУЛАГ, и содрогнешься от той пропасти, куда они столкнули 66 миллионов своих госсограждан, отрезв им головы. Пожором еще считай. Эти вандалы в три рта хватали свои несытые утробы. Вот как видел праведник их конец. Их год возмездия 37-й. Иов 15-35. Он зачал зло и родил ложь. И утроба его приготовляет обман. Иов 20-14. То эта пища его, в утробе его, превратится в желчь аспида внутри его. Иов 20-23. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость, гнева своего, и одождит на него болезни в плоти его. Иов 24-20. Пусть забудет его утроба матери, пусть злакомится им червь, пусть не остается в нем о нем память. Как дерево, пусть сломится беззаконник. Иов 20-20. Не знал сытости в очреве своем, и жадности своей не щадил ничего. Это я к коммунистам отношу 37-й год, когда их подобрали. Иоанн Афан заступался за молодого Суворова, непобедимого генералиссимуса, перед отцом Саулом. За Давида. Отец, в чем его вина? Как же он хочет отнять у меня царство? Он уже военачальник, его любят, у него бешеная популярность. Ему предан ты, дочь моя, его жена. Его жена, да. 1 царство, 18-6-8. Когда они шли, при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили на встречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Библия свидетельствует столько раз, что Давид берег помазанника Божия своего тестя царя Саула, что не было причин для такого лютого и лукавого подозрения. Бог неоднократно предавал в руки Давида этого истоевающего подозрениях тирана. 1 царство, 24-7 и 11. И сказал он людям своим, Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на Него, ибо Он помазанник Господень. Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, Не подниму руки мои на Господина моего, ибо Он помазанник Господа. 1 царство, 26-9, 10-16, 23. Но Давид сказал о Вессе, Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Нехорошо ты это делаешь, жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете Господина вашего помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его, и да воздаст Господь каждому по правде его, и поистине его. Так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. Второе царство 1.14.16 Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня. И тот убил его, и он умер. И сказал ему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. Ирод подозревал собственных двоих сыновей, которые золотыми медалями окончили в Риме университеты по тогдашнему. И кто-то сказал, что они хотят отнять у него царство. Он тут же отрезал им головы. Сына убийцы Иван Грозный и Петр Первый убивали тысячи подозреваемых ими в Визмене. Когда при заседании Политбюро Сталину казалось, что у кого-то подозрительно бегают глаза, тот человек уже исчезал. Особенно страшно подозрение в семейной жизни. Иван Златоуст говорит, что ничто так не разрушает дружбу, любовь, как подозрительность. Если есть ревность, то у нас строится в большинстве случаев на подозрительности. Каждый шаг, слово, взгляд, все трактуется в пользу подозрения, в зачет к неверности мужа или жены. Демон подозрительности не дает ни минуты передышки. Это страшный недуг, болезнь, отравляющая всем жизнь. Ни о чем нет разговора, как только покинутости своей, о неверности окаянного проходимца, который так неверен оказался, так гнусно с ней поступил, и какая она разнесчастная. Одна такая душа довела мужа до инфаркта. Раз и другой, и осталась одна. Теперь сидит в дурдоме, ведет никогда не прекращающийся диалог с умершим. Как бы он должен был оправдываться, и как бы она умно облегчала его. Теперь уже за двоих она продолжает свою работу по подозрению в неверности. За каждую волосинку, обнаруженную на его костюме, она наводит справки, где и с кем он был последние сто лет. Если же нет ни одной волосинки, она подозревает, что он полюбил лысую. Кто читал крейцерову сонату, Толстого, или смотрел видеофильм, то помните, когда человек был одержим демоном ревности, она кричит, ничего не было, ему же кажется, как раз наоборот, что было, и он убивает ее. И только потом доходит до него, что он натворил. Что он натворил? Слово... Ты совершенно не входишь в это состояние. Да, я знаю. Слово... Пойди, только потом доходит до него, что он натворил? Слово подозревать означает, что оно происходит от слова зреть, видеть снизу, под чем-то. Под чем-то. Подозревание. Делать, подделать. Это уже как бы из-под полы. Я нашел, что подозревать, это зреть, видеть лукаво, хитро. Какие есть еще слова, эквиваленты слову подозрения? Это слова мне кажется, думаю, мне так видится. Где-то подозрительность просто необходима, а иначе так и будут гибнуть, живя с открытым ртом. Как лучше все-таки подозревать или не подозревать? Вина людей в том, что подозревают на пустом месте. Вот врачи говорят, что есть подозрение на болезнь нехорошую. Это помогает начать прежде лечение, нежели потом, когда поздно будет. Подозрение может и не оправдаться, но все же это лучше, чем упустить возможность, что-то предотвратить. Если ты никого не узнаешь, а подряд всех запускаешь к себе в дом, то ты простофиля просто. Сегодня слово подозрения имеет очень часто положительный смысл. Арестован какой-то по подозрению, стали исследовать и подтвердилось, значит, вовремя обозрели. Многих помоймали преступников по подозрению, глядя на его поведение. В средние века разгорелась охота на ведьм. По подозрению, кому-то показалось, что видел, как из трубы вылетела соседка на метле. Так в церкви чуть ли не каждая бабка друг друга крестит сзади, чтобы откреститься от демона, сидящего в этой имена, но уж никак не в ней самой. И никто не мог ничего доказать. Враг церкви или враг народа. И ты пошел к иным сферам. И везде были свидетели. То есть по подозрению, что как раз в этот день у коровы молоко пропало. Или из трубы как раз кусок сажи выпал, когда я к тебе в дом заходила. Придумали, как определять, был ли поклеб, поклеб или истинное обнаружение нечистой силы. В огромный водоем сбрасывали с присутствия в присутствии судей. И если выплывала нахальная, значит черт ей помог на костер ее просушить. Если же утопла, значит невиновна, можно и помянек написать. Божьей милостью помре. И вот под это подозрение гнали толпы. И погибло 12 миллионов человек от инквизиции святой. Вот как пример. Одна из женщин орет в церкви, кликушествует. Ее отодрали, чтобы не подал в церкви и не колотилась. И пригрозили, что еще больше будет ей горячих. Мужики кинулись сначала поднимать ее. А священник разумный охладил их пыл. А ну-ка отойдите от нее. Дайте ей еще плетей. Лежит недвижимо. Дайте еще. Соскочила. Еще раз ляжешь, будет сразу тебе столько же и на дворе столько же. И больше на ней стало, в кавычках, православить. А ей помогает. Вся она кликушествует, не работает. И она так и привыкла. А в основном их жалеет. Она дурит дальше. И с ней уже настоящее подучие случается. Как за Смердяковым. От нее пошли другие на эту льгоду. Потому что им все дозволено. Она солдатка. Одна. Ей трудно. И она изобрела этот способ. Когда ездила в уездный город, то там и заприметила, что таким помогает особенно жалостливо. А их три снохи. И начали одна за другой биться в истерике, особенно при чтении Евангелия. И на Херувимской орать. И теперь, и ничего не могут теперь с ними сделать. А католики не стали придумывать. Сожгли. Нет проблем. Если ребенок больной или уродливый, значит, пока еще поп не крестил его. А она родила, как обычно, в бане. Ей и подкинул домовой этого кривуна. В Риме можно было подозревать в измене любую женщину, кроме жены царя Кесаря. Так и вошло в поговорку. Вне подозрения, как жена Кесаря. О неверности жены правителя даже подумать было криминалом. Это видно из случая с Аманом и Эсфирьем. Когда царь только вышел во двор, а этот стал умолять ее защитить. И попал, якобы под подозрение, насиловать хотел. Под подозрение двоитощие. Насиловать жену хотел. Да. Ну ты же видишь. Да. Насил хотел. И Эсфирь 7.8. Когда царь возвратился из сада при дворце, дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь. И сказал царь, даже и насиловать царицу хочешь в доме у меня. Слово вышло из уст царя. И накрыли лицо Аману. Раз царь сказал, это у него не по подозрению, ибо царь все знает, все видит, у него пустых слов не бывает. Это уж точно так. И накрыли лицо мешком, чтобы уж никого не видел, и вздернули на виселицу. И началась уже со стороны евреев проповедь, в кавычках, обращение язычников в ад. Органы не ошибаются, так говорили о работе НКВД. Арестовали, значит, правило взяли. Правильно. Потом, через полвека, начнут реабилитировать миллионы невинно репрессированных народной властью сатанистов-коммунистов. Читал, как одному калифу турку подарили огурцы. Чем они уж так ему понравились, но полюбил он эти огурчики, о которых даже израильтяне в пустыне тосковали. Число 11-15. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. Где уж они у него хранились, но потерялись вдруг. И нашли, что соприкасались с этим местом шесть яныча рамонасов. Допрос ничего не дал. Охранники стояли, менялись. Они могут сказать, они могут сказать, может они, так, сколько за эти пять часов сменилось солдат на вахте? Шесть. И не стали ни на... Что это? Ни на мочу, ни на кал исследовать. А, ни на мочу, ни на кал исследовать под микроскоп. Но вскрыли животы всех шестерых, чтобы найти огурцы. Распострашили шесть подозреваемых и ничего не нашли. Доложили хирурги с кровавыми кинжалами в руках. Но тут его княжна и узнала, в чем дело, и говорит, что это она и взяла, и села с подружками. Подозрение у человека, который обладает властью, страшная вещь. Жена тоже думает, или муж, что он монопольно владеет своей вещью, и потому вскрывает ее ежедневно по много раз, не надеясь даже и на время ночи. В жизни Иоанна Дамаскина был случай, когда его враги отлеветали и по подозрению остекли руку, как бы ею он писал врагам о сдаче города. В фильме «Ермак» самые приближенные воины стали обвинять жену Елену, русскую, что намолился русскому богу, и потому у них поражение за поражением на всех фронтах. Если бы так было сказано Иоанну Грозному, он бы тут же казнил ее. Но Кучум, же неблагочестивейший православный помазанник, он распорядился иначе и спас ее. Если кто еще так скажет, голову отсеку, и все замолкли. То есть они ее хотели отнять у него? Подозрение – это осторожность, предусмотрительность. Кто без подозрения бежит по полю фронтовому, тот быстро может добежать, но может и подорваться на минном поле. А кто с подозрением на то, что заминированное поле, он медленнее будет продвигаться. Медленнее. Медленнее будет продвигаться с проверкой, но гарантии остаться живым намного больше. Когда наступила эра гонения на христиан, то стали их арестовывать по подозрению в измене. Вот Нерон Петроний вопрошает. Петроний, ты тоже христианин? Я много испытал в своей жизни и от многих подозрений. Это я уже о себе говорю. Когда приводил друзей, чтобы посмотреть, как идет служение у баптистов или в других сектах, и как меня свои же подозревали, что я увел молодежь к баптистам. Это испытал и Иероним Стридонский, и Дионисий Александрийский. Их постоянно допрашивали о их вере. Так и меня на исповеди вопрошали чекисты-попы. Верили я в Божью Матерь? Ни разу не спросили, верили Христу, Библию, но об иконах, о том, что не сходится у сектанта с православными. Баптисты подозревали, что я сотрудничаю с органами КГБ. И так все, кому не лень... Кому не лень? Откуда ты не подставил? Кому лень? Он привык, что кому лень. Кому лень жить чисто и строго. Ужас какой. Им лишь бы попроще найти занятие и на этом возвыситься. Вот что они такие чистые, нашли такого негодяя, и от него спасают многих. Другие обвиняли даже во всякой грязи, что и доказать не могли, и сгорели на том. Это слово подозрения меня всю жизнь обкатывало, обожгло, как горшок в печи. И теперь уже на закате своей жизни могу сказать, что и это мне было на пользу. Это закалило меня, дало опыт несравненный и, быть может, в вечности позволит с довольством смотреть на подвиг души. Стольких порогов и водопадов помогло мне избежать охранительства от Бога и заступничества Божией Матери, преснадива Марии, преблагословенной. Вы знаете Гену Яковлева? Когда он сюда приехал, то баптисты меня предупредили, что он сотрудник АГБ, по их подозрению. Я об этом ему сказал. Если это так, то что ты можешь узнать у меня такого тайного, что они еще не знают? У меня нет ничего, чтобы я делал тайно. А их сотрудник будет тут задействован, он уже в другом месте пакости не сделает. И при том узнает, что у меня нет ничего враждебного по отношению к моей любимой родине. России. Это я отвечаю. Я ему говорю, Гена, ну а если ты не сотрудник их, а я тебя оттолкну, а тебе это может быть последний шанс выйти на служение, и ты впадешь в отчаяние из-за моего подозрения? Он и говорит, да, я так и думаю, и прослезился. Я утверждаю, что Гена никогда не был тайным сотрудником, хотя был работником комсомола республиканского масштаба на Украине. Он был глубоко верующий христианин и может быть теперь радуется в раю, что так его Господь привел к нам. Его молитвы могут быть и за нас. Я это не утверждаю, но допускаю. То есть его Кришнаид убил, голову отрезал и занес, и бросил на престол. Считай дальше. Подозрение может убить, если оно ни на чем не основано, и если оно на ложном основании. 3 июля житие Александра из обители неусыпающих. Он читал в Евангелии о том, что не нужно иметь заботу, и подошел к настоятелю и спросил, в Евангии все ли написано правильно? Тот сразу же ударил в колокол и собравшись, а братья выдал. Братья, помолимся, брат наш Александр увяз в ересе. Он только спросил, и все стали молиться. Стали молиться, помолись, помолились. Господи, спаси брата нашего Александра, такой вот он ревностный, а увяз в ересе. В Евангелии не верит. Как же ты, брат, дошел до такой жизни, что в Евангелии не веришь? Вот его давай допрашивать Александра-то, а он говорит, а кто сказал вам, что я не верю? Так вот, настоятель, он же все знает, отче. А он отвечает. А я разве сказал, что я не верю в Евангелие. Вот ты же сказал. А настоятель говорит. Что все ли правильно написано в Евангелии? Ну, он вопрос задал-то. Так я это хотел узнать у тебя. А ты даже, меня-то и не спросил, верю ли я в Евангелие. Так из этого вопроса и заключил, что подозреваю, что ты неверующий. А он отвечает, Александр. Да нет этого, да нет этого, слава богу. Я верю. Нет этого. Да нет этого, слава богу. Я верю всему написанному в Писании. Если же все правильно написано, об этом нет у вас сомнения, то для чего у нас эти склады с зерном, холодильники, эти фляги с маслом, полные подвалы картошки и всего, полно на зиму, наготовили для скотины. А настоятель говорит. Ну, как же, надо же думать, как завтра будем жить. А он отвечает, Александр. Ну, Христос же сказал в Евангелии от Матфея 6, 24, 34. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному садит усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, как трудятся, а, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Так нельзя же, брат Александр, буквально понимать все сказанное Христом, иначе мы все тут перемрем. Попробуй так жить, что получится. Александр тут же ушел в пустыню, и прошло два года, и он вернулся, и не стал хуже выглядеть. На подножном корму прожил. Нужно верить друг другу и жить без подозрений. В подвохе. Вот такая у нас есть прихожанка Валентина Павловна Конева. Она была раскулачена с родителями, бежали тайгой, жила на подножном корму. А недавно я пригласил ее в Потеряевку. Она, как всегда, на свои болячки начала отмекиваться. А ты ездил уже? Конечно. Кому спрашивают? Она меня спрашивает. Кто-то же должен картошку нам сажать. И посадили уже? А я отмечаю. Нам что, Ельцин приедет, картошку будет сажать? Приехал? Когда? А я отмечаю. Посадили картошку и Бога благодарим. И как он там? И как он там? А где же он ночевал? Как где? Так он безбожник. Мы его никто в дом не пустили. Там и был на огороде. На огороде? Так холодно же. Мы лопатежки ему бросили и под их ботвы картофельные, чтобы не простыл. Да что ты? А я не знал даже про это. Я-то и говорил, если бы. Она это не расслышала и вполне допускала, что президент страны приехал нам картошку помочь посадить. Вот какого высокого мнения дети о нашем руководителе. Она уже зациклилась, засобиралась и об этом только спрашивает, там ли он еще или уже уехал. хотела поговорить, чтобы ей пенсию побольше дали. Если бы Ева хоть чуть-чуть поимела подозрения к словам змея, она бы отскочила от него. Иоанна Златоуста спросили, что такое друг настоящий, которому можно во всем доверять, положиться на него. Он отвечает, друг это второй я. И несколько раз прочитал и едва дошло, что это я сам себя должен где-то в ком-то отобразить, чтобы он не был другом. Меня убивают, а я говорю матери, все сын твой. То есть, я как бы всегда буду с тобой в лице этого друга моего любезного. Присмотрелся я, как в природе. Думаю, что в начале в раю еще не было подозрительности у птицы, ибо никто никого не убивал, и звери не оглядывались с подозрением на каждый кустик. Где могут быть плодоядные звери? Гляжу, бегают суслики, рядом бегают, прыгают воробьи, летают и ласточки. Он никакого внимания не на них, но появилась где-то далеко еще кошка, как тут заскрикетали воробьи, запрыгали по крыше. Суслик мигом задрапанул в норку суслики своей раскосой. Положил я чурочку недалеко от его норки в новый предмет, и суслик полдня подозрительно выглядывает и боится вылезти из своего коттеджа. В домашних условиях кровожадные животные потеряли наклонность убивать. Видел снимки, где хомячок возле кота, а на голове у кошки канарейка сидит. Подозрение это следствие греха. Чем святее будем жить, тем меньше будет подозрения. В нашем кругу среди верующих только этот закон. По отношению же к греховному миру подозрение как следствие греха, а нас окружает греховный мир. Мы должны быть преисполнены подозрением. Человек пришел как будто нанимается или покупать и ищет и на самом деле высматривает и жди беды вскоре. Человек пришел как будто нанимается или покупать и ищет. Ты слова заглатываешь а на самом деле высматривает и жди беды вскоре. Писание так и научает. Бытие 42.12 Он сказал им Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Иисус на вин 2.2 И сказано было царю Иерихонскому Вот какие-то люди и сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь чтобы высмотреть землю. 2.3 Но князья амманистские сказали Анону Господину своему неужели ты думаешь что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли чтобы осмотреть город и высмотреть в нем и после разрушить его прислал Давид слуг своих к тебе Здесь идет уже от приехавших воровство того что у вас худо лежит из Сарахов 42.6 Приходой жене хорошо иметь печать и где много рук там запирай у наших все броском что где валяется а Игорь Барабаш живет что можно поверить что он одним боком задов граничит с райскими обителями так живут что никого не подозревает и у них уже потащили у него и сын такой же растет покатался на велосипеде и посреди улицы всегда почти бросает прошу пересмотреть этот вопрос еще раз мы еще не в раю если бы мы всегда помнили что люди окружающие нас в этом греховном мире говорят одно а думают совсем другое мы бы поаккуратнее жили язык дан для прикрытия мыслей сказал Толеран министр иностранных дел у Наполеона пишет в криминальной хронике что мужчина подошел к мальчику мальчик тебе щенка надо? надо и завел его в подвал и резал по кускам и все это сам на видео заснял и шесть мальчиков он так угробил когда последнего снимал тот уже был седой полностью почему же родители не приучили детей к подозрительности которые спасла бы им жизнь садятся в машину кому? едут? куда? потом будут во врагах находить и в лесополосах Бытие 4.8 и сказал Кайна Авелю брату своему пойдем в поле и когда они были в поле восстал Кайна Авеля брата своего и убил его тогда еще не было смерти и потому поведение Авеля можно было понять и извинить его но когда ныне на каждом шагу ложь и злодейство то как ты можешь доверяться совершенно чужому человеку когда наступает прозрение от подозрения то уже слишком поздно Давид спасается от Саула в священнический город Номву там видит чужого человека и может быть даже и спросил кто это такой и думиянин зачем он там был у них это был соглядатый и предатель и погубит он весь город пало подозрение на него у Давида но он ничего не предпринял видимо не совсем было чувство осмысленным тот доик пошел и сообщил Саулу и потом собственноручно зарезал всех священников если бы Давид тщательно расследовал он бы его выявил но в спешке да и в чужом монастыре свой устав не вводят 1 царств 22.17 и сказал царь телохранителям стоявшим при нем ступайте умертвите священников господних ибо и их рука с Давидом и они знали что он убежал и не открыли мне но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников господних 1 царств 22.22 и сказал Давид Авиафару я знал в тот день когда там был доик и думиянин что он непременно донесет Саулу я виновен во всех душах дома отца твоего у Давида был свой закон и он был поступил иначе в салон 100 стих 8 с раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли дабы искоренить из града господней всех делающих беззаконие было подозрение горело сердце что что то тут не так лука 24.32 и они сказали друг другу не горело ли в нас сердце наше когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам писание так он нас учил как же мы не догадались то в житии Мартина говорится что монахи заложили яд в просфору или просфору но ворон унес ее в пустыню у него не было даже малейшего подозрения что они такую пакость сделают своему Ави когда Достоевский отбывал срок то на его плащишко позарился санитар приготовил ядовитое снадобье и дал его в молоке а Федор Михайлович еще раньше прикормил одну собачонку и когда тот подал кружку с молоком собака вдруг вскочила в палату своим выбила из рук молоко и слезала его и тут же и сдохла тогда во всем сознался этот лиходей некоторые при епархиях пытаются обращать бывших зэков и они показывают зубы мощные и одного не обратили а так безобразие в храмах развели только они курят и обворовывают наши люди среди ночи открывают квартиры если кто позвонит разве можно так жить потеряв бдительность очень тонко чувствовал подозревал Соломон в этом тоже его великая мудрость она помогала ему закрепиться на царстве когда он был уже воцарен то на это же место претендовал и его брат Адония как только Соломон воцарился то предупредил сводного брата чтобы он сидел тихо и нигде носа не показывал если узнаешь что будет хоть малейшая попытка дворцово переворота сразу головы снесу если хоть один раз против меня выступишь или письмо такое напишешь это будет последний день твоей жизни прошло какое-то время этот первый страх забылся и он начал думать о прежнем об ускользнувшем от него царстве когда Давид состарился чтобы он не мерз ему нашли грелку самую красивую девушку чтобы она его грела предание гласит что это Ависага была на стороне Адонии и Адоний решил попросить эту грелку себе чтобы мать Соломона походатайствовала попутно еще раз напомнил что царство ему царство ему должно было принадлежать ему значит в его груди эта заноза сидела крепко он донесли Соломона и он сразу его обезглавил я эти места показываю 3 царство 1.51.53 вот и матери ответил 3 царство как он вот вам место дальше в житиях в житиях есть описание того как одна женщина Ефимия была обманута женившимся на ней ибо оказалось что у него дома есть жена он был воином в их городе на постой и родившегося ребенка старая жена отравила и у этой было подозрение что ребенок был отравлен она оттерла ваткой слюну вытекающей изо рта мертвого ребенка и выжила в стакан старой жене и та умерла я держал собак породистых ценные щенки иногда бывает до 8 штук перенесет и даже более матка выкормить всех не может ей это не под силу тогда нужно найти такую же беспородную роженицу суку и под нее подложить этих но чтобы та их не передушила приняла нужно подоить приемную мать суку подоить и этим молоком обтереть подкидышей породистых и обтереть этой подстилкой чтобы они давали такой же запах как и ее а этих беспородных вообще убрать приемная обнюхает и примет их оближет и после этого уже они в безопасности она их усыновила мне отсюда видится то что у верующих должен быть одинаковый запах одни чувства второе коринфянам 2.16 для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и кто способен к всему ну все на этом давай сейчас там останови и на этом конец сегодня пора удачусь Продолжение следует...